МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятай служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Экономика доверия бизнесменов и дипломатов с больше 30 краин света сегодня собрал 15-й Гомельский экономический форум. При тягнении инвестиций – головное питание на парадку дня. У Гомеля пройшел другой Конгресс свободных экономических зон. Все не взорвали треснутый пролет моста прозраку Припять помеж Житковичами и Туровым. Увези гэты джаз. Американская спевачка Мирна Клейтен выступила у Гомеля. А зараз об этом и иншим больше подробязна. 650 удельников с больше 30 краин света и 9 подписанных документов по реализации инвестпроекта на агульную сумму больше 480 миллионов долларов. Это первые выники 15-го экономического форума, который сегодня прошел в Гомеле. С планами организаторов и намерами удельников ознайомился Олег Сентюров. Беларусь, Россия, Германия, Египет, Китай, Турция, Финляндия. Как перелечить все 32 краины, которые принимают удел в экономичном форме, потребны не каких-то хвилин. Разум с первониками компании приехали так само представники аккредитованных в Беларуси дипломатичных миссий. Тенденции, которые сейчас означаются у сусветной экономики, спрояются активизацией бизнес-относинов. Сусветная экономика снова на уздыме. Международный валютный фонд, поделивший свой деточный прогноз, и теперь рост экономики в этом и наступном годах чекается у межих 4%. Это додатковые доходы и инвестиции, у темненько, у беларускую экономику. Когда 12 годов тому у международного рейтинга по легкости ведения бизнеса Беларусь находилась на 124 позиции, то зараз на 37. Значное вплыв на этот процесс оказало удосконаливание инвестиционного законодавства. Сегодня это одна из прайоритетных задач державы у якоси становчего приклада Гомельская область. Если взять статистику, я сегодня посмотрел, с 2011 по 2017 год в Гомельская область инвестировала 17,7 миллиардов долларов. Это 15,6% от общих инвестиций в Республику Беларусь. И поэтому показательно, по темпам роста инвестиций, она на первом месте в Республике. И я думаю, что в ближайшие 2-3 года она будет еще тверже стоять на этом первом месте. На ГТРСу денегам Гомельского экономического форума пропоновали 145 инвестпроектов от бодовниства цеха по творчеству мягких сыров до створения предприемства по выпуску гипсовой продукции. Причем притягнение инвестиций не самым это. Укладенный в экономику сродки – залог повышения добробыту ЖХРУ региона. Сегодня даже те показатели, которые имеем по выручке на одного проживающего, по выручке на одного работающего, он самый высокий в Республике Беларусь. Это говорит о том, что мы на правильном пути. И чем больше будем задействовать возможности новых производств на территории, тем, конечно, жизненный уровень наших людей будет выше. Поэтому стремимся к этому и делаем все возможное с учетом сегодняшнего мероприятия. Проект для реализации на территории Гомской области пропонуют не только организаторы форума. Чельский бизнес – мой намер перенести в Беларусь предприемство по творчеству медицинских имплантов и инструментов. Отповедный протокол подписывается под час работы форума. Мы думаем, что это будет инвестиция приблизительно 15 миллионов евро. Это будет первый этап. И 50 работников на этой фирме. И постепенно мы хотим развивать. Поэтому нас интересует не только белорусский рынок, но прежде всего и рынок Евро-Азийской юнии. Теорет постоянных уделников Гоменско-экономичного форума проставники Российской Федерации. Одинная экономичная простора, дозволяя эффективно реализовывать суместные проекты по творчеству конкурентно-здольной продукции. У приватности зараз у Гоменско-экономиками пропорционируются новые накерунки взаимодействия с Нижегородской областью. Ее представники так само приняли удел у работе экономичного форума. Торговый оборот в моей области, Нижегородской, с Республикой Беларусь, это свыше миллиарда за 2017 год долларов, разумеется. А больше, чем у Казахстана с Республикой, или с Турцией, тоже меньше, чем в моей области. Поэтому по Горьковскому автозаводу большое сотрудничество. Сюда идут газели, соответственно, к нам МАЗа, это, естественно, Жлобинский металлургический комбинат, естественно, сельское хозяйство. И такая лечба. Зараз реализованность и находится у стады реализации 49 инвестпроектов, презентованных по часу попередних гоменских экономичных форумов. Огульная сумма укладенных инвестиций – 864 миллиона долларов. Я уверен, что мы в самое ближайшее время можем значительно еще прибавить. Мы, со своей стороны, в данном случае законодатели, конечно же, тоже думаем над тем, как повысить привлекательность нашей страны. Вот буквально вчера проходило большое мероприятие в Минске, где было очень много тоже иностранных гостей. Вы знаете, практически у них нет отрицательных каких-то эмоций. Нам надо крепко подумать над тем, все вместе, чтобы все вот эти хорошие, позитивные моменты, которыми обладает Республика Беларусь, в данном случае Гомельщина, направить такое хорошее конструктивное русло. Адик Сентяров, Владимир Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Старшиня Гомельска-Габл-Ваканкама Владимир Дворник сустраився с представниками дипломатичных миссий и замежных делегаций, які приняли уделу Гомельским экономичным форуме. Гостя означали, что с кожным годом эффективность форуму расте. Программа робится больше насыщенной и конкретной. Так само ишла размова и об тем, что экономика – это универсальный способ коммуникации по межрегионами и краинами. Бизнес-контакты ведутся до наладживания тесных суезей и выращения проблем у инших сферах. Италию и Гомельскую область звязывают не только экономичные относины. Гуманитарное супрацовнество мае куды больше глубокие крайни. Огромное количество детей из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, приезжают в нашу страну на оздоровление. Эти дети – маленькие послы Беларуси в Италии. Они привозят в Беларусь свои впечатления о нашей стране, и мы будем расширять гуманитарное сотрудничество между странами. Добрые и надейные партнеры и сябры – Гомельская и Черниговская области – подписали погоднение об супрацовнестве. Церемония завершилась с устречи у Палаца Румянцевых и Паскевичев. Гэты, как говорить обо два боки, стратегичный документ стал логичным протягом и без того тесных суезе у приграничных регионов. Паширать взаимодействие актуально зараз еще и тому, что в осенью Гомель станет пляцовкой для проведения форума регионов Беларуси и Украины. Соглашение действительно стратегическое, очень значимое. И я могу сказать одно, что у нас Гомельский регион – это давний стратегический наш партнер. А сейчас, когда мы готовим большой украино-белорусский форум регионов, и там будут прежде всего, наверное, обсуждаться вопросы взаимных инвестиций, экономического сотрудничества, мы подписываем большое соглашение между регионами, которые заложат, прежде всего, основу, наверное, хорошего экономического сотрудничества. Калле 300 экспонентов представили свою продукцию и послуги на 19-й международной выставе «Весна у Гомели». Сегодня ее урочистое открытие произошло с уделом офицейных особ и гоноровых гостей экономичного форума. Выстава «Май» – статус самой буйной региональной Беларуси. Селита у все богатые родного края представили на площади больше, чем 5 тысяч квадратных метров у легкоатлетичном палаце и на пляцовках под открытым небом. Харшовая промысловость и споживецкие товары, транспорт, будовництво и ремонт, туризм и отпочинок, ахова здоровья и культура. Выстава адлюстровала досягнение нашего региона в усих сферах. А кроме того, свои коллективные стенды представили Молдова, Италия и Вьетнам. Сярут гостей – представники дипломатичных миссий, органов улады, гандлево-прамысловых палат и деловых кола у сблизкого и далекого замежа. Весна ухомили – выдатная пляцовка для установления контактов и заключения домовленностей. На этой выставке были предложены контракты с такими представителями других стран, как Польша, Египет. В дальнейшем будут прорабатываться особенности заключения договора, условия сделки. Ну и надеемся выходить в дальнейшем на мировой рынок. Мы впервые на этой выставке представляем компанию «Херманф». Впечатления очень положительные. Мы видим, что есть большой интерес у физических лиц, которые интересуются и нашей продукцией, и продукцией наших коллег. Выстава протягнет свою работу до 27 мая. У ее рамках на вокал легкоатлетичного палаца проходит первый гастрофестиваль «Смаршная весна» и пятый республиканское свято майстру и рамесников «Гомельская весна». У рамках «Гомельская экономичная форума» сегодня пройшел другой конгресс свободных экономичных зон. Сяруту дельника у представителей 16-ти краин света. Парадком дня потекавилися наши корреспонденты. Первый конгресс свободных экономичных зон пройшел у «Гомеля» в 2015-м. Его инициатор – администрация СС «Гомель Ратон». Основная мета – обмеркавать перспективы развития таких утварений. По сути, разговоры идти об шляхах протягнения инвестиций и стварений новых прационных местов. Гомельшанам ё, с чым поделиться, сегодня резиденты СС «Гомель Ратон» працуют у 11 районах области. Полова зарегистрованных предприемств за межным капиталом. Резиденты СС вырабляют в 13% промысловой продукции «Гомельской области». А праша таго на их долю припадает 20% экспорту товаров и амаль чверц инвестиций, які отрымливая в область. Они же приходят не только с миллионом. Если они идут сюда, инвесторы, значит, они вкладывают достаточное количество денег, например, как ДЛКОМ-40, они 25 миллионов за два года вложили. Да возьмите ЛКОПАК, 125 миллионов вложено инвестиций и создано более тысячи рабочих мест. Веронять вопытыншых и поделиться уласным. Почас работы Конгресса своими напрацоками делятся простойники Германии, Казахстана, Сербии, Латвии, Грузии. О минулом годе у Гомельской свободной экономичной зоне зарегистровали 7 новых резидентов. У администрации СССР лишат, что это вельми недрянный покажик. Разом с тем, все не только створением специальных правовых режимов для резидентов обнажевываться уже нельга. Керавництво Сусветной Федерации свободных и специальных экономичных зон с такой думкой погаджается. Для того, как протягнуть инвестора, для его необходно створать додатковые умовы. Самые успешные свободные экономические зоны в мире предлагают такие услуги, как погрузка, разрузка, логистические услуги, помощь в комплектации партии. То есть дополнительно оказывают услуги для предприятий, чтобы они не занимались этим, чтобы они занимались исключительно производством. У Беларуси протягивается проведение субботних телефонных линий мясовых уладов. 26 мая с вороты грамадзян будет принимать первый наместник старшины Гомельского былого конкама Александр Миколуцкий. Номер телефона 33-12-37. У Гомельским гарного конкама прямую линию проведет первый наместник старшины Александр Севаков. Звертаться треба по номеру 33-09-59. Сегодня взорвали треснутый пролет моста прозраку Прыпять помеж Житковичами и Туровым. На месте ликвидованного участка будет усталявана металличная пролетная конструкция. До этого была проведена работа по подрыхтовце до выбуху. Рака накеравана у иншая речиша под мостом отсыпана специальная пляцовка для обломков подорванной бельки. Больше подробязный материал глядите в наступных выпусках. У Гомелье з'явилась незвычайная громадская арт-инсталляция под назвой «Небачная». Мы это звернуть увагу на сусветную проблему гандлю людьми. Проект реализованный областной организацией Беларусского товарыства «Червоного крыжа» у супрацовністве с Минским представництвом Международной организации по миграции и Гомельским отделениям беларускай чагунки. Арт-инсталляция разместилась у стенах чагуночного вокзала. Она складается с десяти фигур силуэтов, на які нанесена реальная история с життя ахвяр сучаснага рабства. Павод для оценок Международной организации по миграции с 2002 года ахвярами гандлю людьми стали каля трох тысяч беларусов. Проекту васабляе потерпелых, які живут сярод нас, али часто застаются незауважанными. Пачас открытия арт-инсталляции волонтеры «Червоного крыжа» з ліку студентів ГДУ ім'я Франциска Скарыны раздавали на чагуночном вокзале інформаційные буклеты, каб я ще раз нагадаць людзім об мерах безпечнага выезду за мяжу. Необходимо предпринять какие-то меры. Во-первых, сделать несколько копій паспорта, оставить своим близким здесь і с собой иметь. Если вы трудоустраиваетесь, тоже проверять лицензию той фирмы, которая вам предлагает эту работу. Обязательно поддерживать контакты со своими близкими, постоянно как-то созваниваться либо списываться, чтобы они знали, где вы находитесь и что с вами происходит. Если, не дай Бог, что-то случается, то тоже нужно знать, куда позвонить, куда обратиться. Моцная харизма и могутный голос у Гомеля выступила вядомая американская джазовая спевачка Мирна Клейтон. Концерт организованы при патрымце посольства США у Беларуси. У васаблення неполторного вокалу, обаяння и запалу. Париж, Лондон, Берлин, Нью-Йорк. Американская спевачца аплодировала у весь джазовый свет. Гомель не стал выключэнням. У концертную программу вайшли музычные отворы сусветных легенд джаза. Навод молный барьер не стал перешкодой для позитивного творчого диалога с гомельскими слухачами, наполненного гумором. У яки Мирна Клейтон закаханная не менее, чем у джаз. Моцный голос и легкий открытый характер спевачки покарают публику с перших вилен и перших нот. С нашей издымочной группой Мирна Клейтон поделилась формулой уластного творчого поспеху, актуального дарыча и для любой иншей профессии. Во-первых, и это, наверное, самое главное, вы должны верить в себя, в свой дар и свои возможности. Верить в свою мечту, открыться ей и постараться всеми силами воплотить свою мечту в жизнь. А во-вторых, нужно никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться и двигаться только вперед. Нужно уверенно продолжать свой профессиональный путь и никогда не бояться сделать следующий шаг. По-соправдному, летнее надворье установится у регионе с початку наступного тыдня. На выходных так само будет тепло и без опадков. Завтра на территории в области прогнозуется переменная воблачность. Ветер у сходни, пауднева у сходни – 4-9 метров за секунду. У ночи слупок термометра будет вагаться от 8 до 13 градусов тепла. У день узнимется до плюс 25. Подобный характер надворье захавается у неделю. Ранецей у понеделок синоптики прогнозуют слабый туман. У день чекается до 27 градусов тепла. Самые смелые гамельчане могут открывать купальный сезон. Температура воды у сожи досягнула 19 градусов. Гэты инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by Далей у эфиры де-факто и спортивный агляд. Я ж с вами развитваюся. Всего доброго. И до встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Пятна крови на асфальте привели наряд милиции к квартире, где предположительно скрывались злоумышленники, совершившие кражу из магазина. Вчера утром в одном из магазинов по улице Богдана Хмельницкого оказалась разбита стеклянная дверь. К приезду ОМОНа рядом с торговой точкой никого не было. Но у двери обнаружили капли крови и пакет со спиртным, который, вероятнее всего, злоумышленники не смогли унести. Сотрудники ОМОНа, увидев следы крови, пошли по ним и подошли к близлежащему дому пятиэтажному и на втором этаже возле железной двери остановились. На однократные попытки требования открыть дверь никто не отозвался, хотя сотрудники милиции отчетливо слышали за дверью какие-то шаги и что говорил о том, что там находятся люди. В результате было принято решение вызвать бойцов МЧС и с помощью пожарной лестницы ОМОНовцы забрались внутрь через окно в квартиру, где были обнаружены спящими трое неизвестных граждан. В результате проведенной операции задержано трое неработающих гомельчан. Двое ранее были судимы. Один за незаконный оборот наркотиков, второй за грабеж. В квартире обнаружено большое количество алкогольной продукции, а также кондитерские изделия. Кроме этого, из магазина были похищены мобильный телефон и деньги. К слову, у двоих злоумышленников на руках имелись характерные следы недавних порезов. Экспертам Государственного комитета судебных экспертиз предстоит выяснить, являются ли оставленные бурые пятна кровью и подтвердить, что они оставлены именно кем-то из задержанных. В настоящее время сотрудники Следственного комитета разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Вчера вечером спасатели Калинковического районного подразделения МЧС оказывали помощь мужчине, у которого нога застряла в железобетонном заборе. Мужчина 1973 года рождения пытался проникнуть на территорию Калинковической районной больницы. Работники МЧС при помощи специального оборудования освободили застрявшую ногу. Состояние мужчины удовлетворительное, в госпитализации не нуждается. С сегодняшнего дня и до 5 июня в Республике проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Мероприятие организовано в связи с окончанием учебного года и началом летних каникул в целях предупреждения дорожных происшествий с участием детей. Водители обязаны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. При игнорировании данного требования водитель может быть подвергнут административному взысканию в виде штрафа до двух базовых величин. Стоит отметить, что на территории Гомельской области только за 4 месяца этого года произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 9 детей были травмированы. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами, берегите себя и своих близких. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Гомельский на 6 месте, Гомель на 14. В бой после ухода Вячеслава Герасченко зелено-белых поведет Алексей Меркулов. До этого специалист занимал должность старшего тренера команды. Сейчас он назначен исполняющим обязанности главкома. Гомельчане стали победителями спартакиады детско-юношеских спортивных школ, погребли на байдарках и коной среди юношей. Соревнования проходили в областном центре на грибном канале в Якубовке. Грибцы нашего региона подтвердили свой высокий класс. В общем, в зачете первое место заняли воспитанники Гомельской из Дюшор номер 6 по гребле. Отмечу, что ребята тренируются на этом же канале, так что родные стены, а точнее вода, им помогла. На второй позиции также представители Гомельской области. До первой строки команде Мозырской из Дюшор профсоюзов не хватило совсем чуть-чуть. Замкнули тройку сильнейших спортсмены Пинской из Дюшор. В шаге от пьедестала остановились воспитанники из Дюшор Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Всего же в Спартакеаде приняли участие команды 30-ти спортшкол со всей страны. Открытый чемпионат Гомельской области по стрельбе из Лука состоялся в Гомеле. Состязания проходили в областном центре Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Кроме гомельчан за награды боролись и спортсмены из Бобруйска. Всего 28 человек. В личных соревнованиях стрельба производилась на дистанциях 30 и 60 метров. Также вне программы чемпионата области прошли командные состязания. В Гомельском Цоре по прикладным видам спорта стрельбой из Лука занимается чуть более полусотни ребят. Есть гомельчане в рядах сборных команд Беларуси различных уровней. Это Арина Шуляк-Нестеренко, Никита Дубровский и Евгений Смольский. Составляем конкуренцию на республиканском уровне. То есть наши ребята показывают достойные результаты в рейтинге республиканском на сегодняшний день. Опять же, тот же самый Смольский занимает второе место. Кстати, Евгений Смольский в конце июня в составе белорусской команды отправляется в Грецию, где примет участие в юношеском первенстве Европы. Чемпионат области один из этапов подготовки к этому ответственному старту. Гомельчанину будет непросто, а для него первенство Европы это дебют на международной арене. Поэтому нужно думать не только о функциональной, но и о психологической подготовке. Готовимся психологически, физически. Стреляем больше. Волнуюсь очень сильно. Разговариваю с тренером, с мамой, с психологом, если получится, потом поговорю. Это очень волнительно для меня. Первый старт. Хочется выступить хорошо. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова